Здесь собрались все те, кто вносит неоценимый вклад в духовное развитие общества и популяризацию культурного наследия страны. На курорте в этой отрасли трудится более трех тысяч человек. И, пожалуй, каждый из них сегодня скажет. Сочи культура, благодаря проведению Олимпийских и Паралимпийских игр, пережила большие преобразования. В течение нескольких лет были отремонтированы дома культуры, кинотеатры, музыкальные и художественные школы, библиотеки и сельские клубы. Один из объектов даже удалось вернуть на баланс города. Благодаря инициативе мэра Анатолия Пахомова в муниципальную собственность перешел Дом культуры Дагомыс. Особое внимание было уделено и знаковым местам курорта. Преобразовались зал органа и камерной музыки, зимний театр, зеленый театр в парке Ривьера, заново возродился летний театр. В рамках культурной Олимпиады эти объекты принимали крупные музыкальные и театральные проекты. На курорты сейчас продолжают приезжать музыканты, художники и актеры со всего мира. Хоть это и очень большая, огромная работа, которая проводилась в всей России, но старт, который задала нам Олимпиада, мы должны поддержать. И нам нужно активизировать работу, найти новые формы работы. Мы должны использовать то, что себя зарекомендовало очень хорошо. Ну, скажем, работа лайсайтов, она зарекомендовала себя очень хорошо. И поверьте мне, с 1 апреля три раза в неделю, в пятницу, субботу и воскресенье лайсайты будут работать. И будут там проводиться и фестивали, и конкурсы художественной самодеятельности, и нашей национальной культуры. Но мы должны делать все для того, чтобы то, что полюбилось нашим сочинцам, чтобы оно пошло и дальше. В городских мероприятиях и развлекательных программах во время игр принимали участие и сочинские творческие коллективы, работали городские площадки «Лайфсайт». Успешное проведение культурной программы игр – результат плодотворной работы всех работников этой отрасли. У нас 92 коллектива сочинских принимало участие, плюс 47 коллективов краевых принимало участие. Через наши площадки «Лайфсайт» и площадки дополнительной активности, которые мы поставили, прошло 615,5 тысяч человек. Это большой объем, это такая серьезная работа, и мы ее, в общем-то, гордимся, потому что она оценена как положительная и городом, и краем, и выше. Заслуженные знаки отличия из рук главы города получили лучшие представители творческих профессий. Талант этих специалистов будет востребован и в ближайшее время. На курорте пройдет ряд крупных международных мероприятий. В мае Сочи примет большую парусную регату, в октябре состоится гран-при «Формулы-1». В 2016 году курорт встретит всемирную хоровую олимпиаду, а в 2018 – чемпионат мира по футболу.